Один из торговых центров Тольятти. Здесь немноголюдно. Большинство редких посетителей в средствах индивидуальной защиты. Но попадаются и те, у кого таковые отсутствуют. Объясняют это сотрудникам полиции по-разному. Молодой человек уверяет, что информацию о масочном режиме слышит впервые. А эту женщину, по ее словам, остановили буквально за пару шагов до проявления гражданской ответственности. Потому что я иду в аптеку. За масками, конечно. Профилактическая акция полиции проходит совместно с представителем общественного совета при Тольяттинском управлении МВД России. Людям напоминают, в помещениях, где скапливается много народа, магазины, аптеки, транспорт, маски нужно надевать в обязательном порядке. Эта мера введена, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции от людей, которые уже могут быть заражены, но еще сами об этом не знают. Ведь на начальном этапе заболевание зачастую протекает бессимптомно. Я сегодня в качестве волонтера принял участие вместе с сотрудниками полиции, раздавал средства индивидуальной защиты, маски и перчатки, наборы на целый день человек. В основном, как показывают, соблюдают режим. Многие в масках, многие носят ее в кармане, но маску имея. Сотрудники доносят информацию, люди одевают, как бы реагируют нормально. Сотрудники полиции напоминают, что за невыполнение требований, норм и правил поведения, при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, предусмотрена административная ответственность. Она начинается от предупреждения и заканчивается внушительными штрафами. Самыми ответственными среди тольяттинцев оказались пассажиры общественного транспорта. Все в масках и считают эту меру нужной. Надо было сразу маской всем одевать, когда только началось. Профилактические рейды сотрудников полиции по соблюдению масочного режима проводятся в области регулярно. Кира Исмаилова, Ирина Грумеза, Андрей Костомахо, Новости губернии.